Есть у истории незабываемые дни, даты, которые не просто отмечены в календаре, а навеки запечатлены в памяти, будоражат душу, отзываются в сердцах людей. Богатырская застава, город-ключ, во все эпохи и времена Смоленск грудью вставал на защиту русской земли. В битве советской армии с фашистскими полчищами под Смоленском 25 лет. Многие из тех, кто шел к нам с мечом, нашли свою смерть у стен этого древнего города. Для друзей, для братьев Смоленск гостеприимный хозяин. Смоленщина и Лодзинское воеводство. Схожие судьбы у этих земель, но не только прошлое роднит эти области. Дружба, рожденная в огне борьбы с фашизмом, надежная гарантия от посягательства тех, кого прошлое ничему не научило. Разделить радость праздника приехали к смолянам делегации соседних областей. Могилевской, Витебской, Калужской, Брянской. Как и Смоленщине, нелегкие испытания выпали на долю каждой из них в годы войны. Помните через века, через года. Помните о тех, кто не придет никогда. Помните, сентябрьским утром 43-го года они ворвались в разрушенный Смоленск. Они сражались под этими знаменами. Как символ мужества и боевого мастерства воинских частей, освобождавших Смоленск, эти знамена хранятся в Центральном музее Советской Армии. Слава советского солдата! От Сталинграда до Праги, от Москвы до Берлина она шла за ним по дорогам войны. Земляки-Смоляне, оба Василия Андреевичи, Авдеев и Исайченков, кавалеры всех трех степеней Ордена Славы. Когда впереди у тебя занятая врагом родная земля, а за спиной еще дымятся села и города, нет места мыслям о славе. Но слава неотступно идет за солдатом. 25 сентября 43-го года он еще не знал, что ему суждено стать героем Советского Союза, почетным гражданином Смоленска. Боец 331-й стрелковой дивизии Прокофий Кляпыч водрузил над освобожденным Смоленском Красное Знамя. Кто же ты был, солдат, павший на этой земле? Плавильщик с магнитки, колхозник из-под Воронежа, казахский пастух? А может ты, тот самый солдат, что, умирая в плену в поселке Киславичи, оставил записку? Дорогие русские люди, не забывайте нас. Мы боролись за свою родину, любили ее как мать. Мы непобедимы. Теперь ты навечно застыл в камне. Но кто бы ты ни был, ты был солдат. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Огонь, зажженный в Москве на могиле неизвестного солдата, огонь бессмертия на Смоленской земле. ПАМЯТНИКИ 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 Сюда никогда не придут тракторы. В эту землю никогда не упадет серно. Это поле памятник. Здесь летом 41-го года советские воины сделали то, чего не смогла сделать ни одна армия в Европе. Развеять легенду о непобедимости фашистских воинов поиск. Здесь, под Ельней, в смертельной схватке с врагом рождалась советская гвардия. Дорогами, по которым шли с боями отцы, дорогами славы, идут сегодня их дети. Ни один герой не должен остаться безвестным. Станцию при горе первая страница в летописи рельсовой войны, начатой смоленскими партизанами. Вспоминает участник партизанского налета на станцию Николай Семенович Шараев. В ночь на 5 ноября 1942 года партизанская бригада имени Сергея Лазо с двумя ротами из 2-й Клетнянской бригады совершила налет на железнодорожную станцию при Горье. Это между Рославлем и Брянском. После жаркого боя партизаны взяли станцию, захватили два воинских эшелона с самолетами и бронетягачами. Гитлеровцы потеряли в этом бою 370 человек. Партизаны хозяйничали на станции больше четырех часов, уничтожили 17 самолетов, 40 бронетягачей, 3 цистерны с горючим и много вагонов с различным военным имуществом. Были также уничтожены все станционные сооружения, взорваны два железнодорожных моста поблизости от этой станции. Движение вражеских эшелонов между Рославлем и Брянским было прервано на 7 дней. В ту ночь многие не вернулись в лес. У дороги, по которой каждый день ходят живые, стоит этот памятник пригорским партизанам. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Там, где бесстрашно поднимались в атаку советские патриоты, в лесах и перелесках, на высотах и равнинах, взяли по горсти земли смоляне, чтобы заложить курган бессмертия. СМОЛЕНСК СМОЛЕНСК По старинному русскому обычаю в основании кургана засыпается земля, принявшая героев. Горсть к горсти и поднимется курган. Поднимется, как символ вечной благодарности павшим, как свидетельство нерушимой преданности смолян России. СМОЛЕНСК 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 город-воин, город-труженик, возрожденный смолянами из руин. Сегодня, сказал первый секретарь горкома КПСС Муравчик, в этот час мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто погиб за освобождение Смоленщины. Пусть же вечный огонь славы станет символом их бессмертия. Привезенный из Москвы, с могилы неизвестного солдата, сейчас он вспыхнет у крепостной стены. КПСС Муравчик Право зажечь огонь славы предоставляется герою Советского Союза Егорову, подрузившему над Рейхстагом Красное Знамя Победы, почетному гражданину Смоленска Клепычу, отличнику боевой и политической подготовки Советской Армии, сержанту Курилла. КОНЕЦ Торжественно отметили смоляне 25-летие своего освобождения. На сцене областного драматического театра Красное Знамя Ордена Ленина Смоленской области, памятное Красное Знамя ЦК КПСС, Красное Знамя Ордена Отечественной войны 1-й степени города Смоленска, знамена полков и дивизий, освобождавших город. В этот памятный день, сказал секретарь обкома Клименко, мы оглядываемся на путь, пройденный со времен освобождения, и устремляем свой взгляд вперед к новым свершениям в борьбе за выполнение решений 23-го съезда партии. Слова, сказанные от всего сердца в адрес Смоленска, Смолян, звучали в этот вечер в зале театра. От имени жителей Могилевской области Юбляров поздравил секретарь обкома КПСС Пнедько. «Наш дом – это и ваш дом, так заведено у настоящих друзей, сказали брянцы. Этот ключ – символический подарок, он от наших сердец и от ворот нашего города». Участникам боев за освобождение Смоленска и области от гитлеровских захватчиков Совет ветеранов войны вручил памятные юбилейные знаки. Смоленска и области от гитлеровских захватчиков Это было 22 июня 1941 года. Сотни юношей и девушек заполнили Смоленский стадион. Начался большой спортивный праздник. И вдруг объявили о начале войны. Праздник кончился. В добровольцы записывались здесь же, на трибунах. Сегодня, как и их отцы в 1941-м, если понадобится, они в любую минуту готовы стать на защиту советской родины, на защиту социализма. Праздник кончился. Праздник кончился. Праздник кончился. Праздник кончился. Пязни юношей и винтовой войны. КОНЕЦ Есть на русской земле города, что герои были инные. Воевали их половцы огнем, разоряли солдаты Наполеона, ровняли землей фашистские волчища. Они стояли и стоять будут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok